Они работают днем и тренируются вечером. На площадке стадиона «Спартак» разминаются команды из Удмуртии, Саратова, Москвы, Орла, Рязани и Украины. Сегодня они не операторы технологических установок или лаборанты, а спортсмены, которым предстоит защитить честь родного предприятия. Всего в зональном туре 14-летний спартакиада «Роснефти» участвует более 250 человек. Они покажут свои силы в 11 видах спорта. Рязань принимает зональный тур корпоративной спартакиады в пятый раз. Спорт должен занимать одно из основных мест, потому что люди спортивные, они показывают хорошие показатели в работе. Вообще «Роснефть» уделяет большое внимание спорту. Мы арендуем спортивные площадки, проводим различные соревнования. Сергей Топильский, спортсмен из Саратова, говорит, что совмещать тренировки и работу было непросто. Сначала завод, потом стадион. Однако Сергей не жалеет. Говорит, наоборот, это движение к здоровому образу жизни. Во-первых, это физическое развитие, для себя, для здоровья. Это очень полезно. И охота, конечно, быть первым всегда. Мотивирует спорт, мотивирует желание быть первыми. Поэтому, опять же, готовимся на результат. И поэтому приехали сюда. Екатерина и Сергей – представители команды из Саратова. В прошлой спартакиаде они заняли четвертое место. Сегодня в легкоатлетической эстафете на 400 метров у девушек и 1600 у юношей они показали результат куда выше. Третье и второе место, соответственно. Рязанцы показали похожий результат. Второе место в женском и третье в мужском. Однако эстафета – это только часть корпоративной спартакиады. Спортсменам-нефтяникам предстоит показать себя в баскетболе, в эллиболе, настольном теннисе, силовом двоеборье и в других видах спорта. Остается пожелать участникам успеха в спорте и болеть за спортсменов рязанской нефтеперерабатывающей компании. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.